добрый день уважаемые коллеги я рад вас приветствовать на нашем вебинаре который называется в м с быть или не быть меня зовут владимир федотов ведущий аналития компании аксилот консалтинг давайте для начала проверим связь подскажите все ли меня видят слышат ок спасибо тогда будем начинать в начале я хотел бы рассказать о тайминге нашего вебинара сегодня постараюсь занять не более 40 минут 5 минут потратим на вводную часть основной доклад будет не более 30 минут и 5 минут мы планируем потратить на вопросы которые несомненно появятся несколько слов о содержании нашего вебинара в начале мы поговорим с вами о том почему автоматизация это инвестиции почему так важно определить точки роста при оценке инвестиционной привлекательности автоматизации склада что влияет на окупаемость инвестиций и выбор исполнителя для оценки инвестиционной привлекательности автоматизации склада я расскажу вам о методике аксилот консалтинг то есть методики проведения оценки инвестиционной привлекательности автоматизации а также приведу пример подобного проекта из нашей недавней практики. Вначале хотелось бы сказать несколько слов о нашей компании. Компания Axelot, мы уже 24 года на рынке. На текущий момент штат наших сотрудников составляет более 300 человек. Мы реализуем более 100 проектов в год. Проекты у нас сейчас проходят в 16 странах. Мы вывели на рынок пять поколений ВМС-систем и пять поколений ТМС-систем. Мы состоим из нескольких направлений. Я представляю направление Axelot Consulting, то есть направление консалтинга. Оно указано здесь в левом верхнем углу. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к главной теме нашей сегодняшней встречи. Для начала давайте определимся, что такое инвестиции. Инвестиции это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. На наш взгляд автоматизацию нельзя оценивать понятиями дорого или дешево, потому что это инвестиция. Автоматизация ускоряет процессы, повышает оборот компании, сокращает себестоимость и трудозатраты. А все это деньги. В итоге автоматизация должна окупаться и приносить прибыль. В моменте автоматизация может казаться дорогой, но в долгосрочной перспективе всегда оказывается выгоднее ручного выполнения рутинных процессов. Наверное, многие из вас сталкивались с таким утверждением «автоматизация – это дорого». На наш взгляд автоматизация – это дорого данное утверждение уместно в двух случаях. Случай номер один. Нет плана окупаемости. Руководитель, владелец бизнеса думает о расходах, а не об инвестициях, а значит не планирует за счет чего и в какой срок вложенные деньги вернуться. Не бывает такого – автоматизировал и гарантированно получил деньги. Должен быть план окупаемости. Случай второй. Нет целей на автоматизацию. Руководитель, владелец бизнеса не знает, какой эффект хочет получить. Когда человек не знает, чего хочет, то платит дороже и получает не то. Бизнес – это прежде всего про деньги, и на автоматизацию нужно ставить финансовые цели. Давайте подробнее коснемся доходной и расходной части автоматизации. Следствием любой автоматизации являются доходы и расходы. Что же они являются собой? Прежде всего к доходам можно отнести снижение затрат в результате выявления так называемых точек роста. В зависимости от степени влияния на результат автоматизации мы выделяем прямые и косвенные точки роста. Более подробно я раскрою их наполнение чуть позже. К расходам мы относим прежде всего затраты, которые понесет бизнес на непосредственно автоматизацию. Как на непосредственно автоматизацию, так и на дальнейшую опытную эксплуатацию. То есть по наполнению это как капитальные, так и операционные затраты. В бизнесе не все понимают, что конкретно улучшит автоматизация или не знают, как это посчитать. Давайте разбираться, за счет чего вырастет доход после автоматизации. То есть раскроем прямые и косвенные точки роста. Говоря о прямых точках роста, следует прежде всего упомянуть об уменьшении затрат на содержание излишних ресурсов. Следствием автоматизации склада должно являться снижением затрат на аренду и обслуживание помещений, снижение затрат на оборудование, снижение затрат на персонал. Кроме снижения затрат по вышеупомянутым статьям, хотелось бы отметить уменьшение потери на ошибках в работе склада, потери в стоимости товара при пересортице, потери просроченного товара, недостачи, то есть мы в целом говорим о увеличении точности учета, оплата штрафов и рекламации от клиентов и поклаждателей, это если мы говорим прежде всего о 3пл бизнесе, потери на браке, допущенном на склад при приемке. Если говорить о всех прямых точках роста, то неким обобщающим их фактором будет являться то, что прямые точки роста возможно оцифровать и оценить в денежном выражении. Окей, давайте более подробно остановимся на косвенных точках роста. Что же получит бизнес от автоматизации склада? Работа в режиме реального времени. Прежде всего, это всегда точная информация, в частности, о наличии товара. Сокращение неопределенности результатов и потребности в резервных запасах. Возможность безошибочного обслуживания клиентов в режиме онлайн. Прежде всего, это будет компанией, развивающим собственные интернет-магазины. Сокращение времени выполнения заказа. Ускорение приемки, обработки заказа. Более быстрая подвозка товаров в транспорт. Улучшение скоростных показателей уровня обслуживания клиентов. А также прочие косвенные точки роста. Рост личной ответственности сотрудников за свою работу. Рост личной ответственности, в том числе, связан с тем, что неотъемлемой частью автоматизации является использование оборудования, требующего идентификации сотрудника-исполнителя. Соответственно, при желании можно будет отследить, кто из сотрудников выполнял те или иные операции. Далее. Снижение персонала зависимости. По некоторым оценкам, проблема персонала зависимости – одна из самых острых проблем малого и среднего бизнеса. Технологии процессов могут жить либо в головах конкретных людей, либо могут быть формализованы в виде документации на бумажных или электронных носителях. Когда технология существует только в головах наемных сотрудников, каждый из них делает свою работу творчески, под настроение или как ему удобнее. В любой момент он может встать и уйти и унести эту технологию в себе. В такой ситуации собственник или наемный руководитель полностью зависит от своих сотрудников. Именно они реальные хозяева бизнес-процессов и контролируют их. Причем выполняют эти бизнес-процессы, а не так, как считают нужным, а не так, как это рентабельно для бизнеса. И заменить их крайне проблематично. Вот это в чистом виде есть персоналозависимость. Автоматизация склада позволяет решать данную проблему, в том числе снижать время на обучение и адаптацию персонала. Далее. Точная статистическая информация по работе склада, получаемая без дополнительных усилий. Любой руководитель или собственник бизнеса при принятии тех или иных решений должен опираться прежде всего на статистические данные. Трудоемкость получения этих данных снижается после внедрения продукта автоматизации. Готовность к обязательной маркировке. Обязательная маркировка затрагивает все больше групп товаров. Уже надо маркировать обувь, одежду, молочную продукцию, табак. Точная и слаженная работа всех процессов склада в условиях обязательной маркировки немыслимо без автоматизации склада. Давайте также коснемся моментов, которые дополнительно, то есть уже озвученным мной ранее, прямым и косвенным точкам роста влияют на окупаемость проекта автоматизации. Прежде всего, это скорость достижения целевых показателей, например, таких как производительность, точность. В начале своего повествования я упомянул о целях автоматизации. Соответственно, некоторыми из данных целей должны являться значения показателей производительности, точности учета, которые должны быть достигнуты в результате автоматизации. От того, как скоро после запуска объект автоматизации выйдет на данные целевые показатели, напрямую зависит срок его окупаемости. Уровень подготовленности и мотивации персонала. Важно, чтобы в компании существовала корпоративная культура, направленная на непрерывное улучшение и совершенствование. Важно, чтобы существовала сбалансированная и полноценная система мотивации. В противном случае есть риск того, что изменения, связанные с автоматизацией, не будут приниматься персоналом, они будут саботироваться. А это, в свою очередь, негативно повлияет на срок окупаемости автоматизации склада. Степень подготовки к объекту автоматизации. Конечно, высококопаемость проекта автоматизации склада увеличивается, если на объекте отсутствуют оптимальные складские процессы и топология. Итак, давайте рассмотрим следующий кейс. Бизнес стоит на пороге принятия решений об автоматизации склада. И необходимо оценить инвестиционную привлекательность данной автоматизации и, главное, срок ее окупаемости. Кому можно доверить эту оценку? Кому можно доверить данные расчеты? В данном кейсе мы рассмотрим две стороны, то есть два возможных исполнителя. Первое самостоятельно, то есть силами сотрудников в штате компании. И второе аутсорсинг, то есть силами сторонней организации. Ну что ж, рассмотрим преимущества и недостатки обеих сторон по нескольким показателям. Первое стоимость. При осуществлении данной оценки силами аутсорсинга заказчик, как правило, получает фиксированную длительность и стоимость работ. При выполнении данных работ сотрудниками в штате компании, то есть самостоятельно, на начальном этапе нет понимания общих трудозатрат по проведению данной оценки. Как следствие, переведя фактически потраченные ресурсы в денежное выражение, компания может иметь стоимость работ несопоставимым выше, чем была бы стоимость работ аутсорсинговой компании. Компетенции. Набор компетенций у сотрудников специализированных организаций выше, так как это основной их род деятельности и, как правило, основное направление их бизнеса. Время. Сотрудники в штате компании зачастую не обладают должным количеством времени на проведение оценки эффективности, так как сконцентрированы прежде всего на выполнении оперативных задач. Взгляд со стороны. Зачастую у сотрудников компании взгляд на те или иные моменты замылен, что не позволяет им должным образом оценить преимущества и недостатки. Центр ответственности. Ни для кого не секрет, что заказчик, выбирая для оценки инвестиционной привлекательности проекта аутсорсинговую организацию, неким образом смещает центр ответственности в принятии решения. Итак, компания Axelot Consulting, которую я представляю, предлагает сотрудничество бизнесу, рассматривающему автоматизацию склада как этап своего развития и в данный момент заинтересовану в проведении оценки инвестиционной привлекательности данной автоматизации, включая определение срока окупаемости. Оценка инвестиционной привлекательности проекта автоматизации склада, так можно назвать наш продукт. Давайте я более подробно расскажу. Итак, какие же результаты получит заказчик при сотрудничестве с нами? Прежде всего, заказчик получит расчетный срок окупаемости проекта автоматизации склада. Далее, заказчик получит расчет и сравнение ключевых показателей до и после внедрения ВМС, капитальные, операционные затраты, показатели производительности. Причем для ситуации после внедрения ВМС данные показатели будут рассчитаны с поправкой на новые обстоятельства, а именно возможность снижения затрат, вызванная высвобождением техники, вызванная высвобождением складского персонала, а также возможное увеличение затрат, связанное с необходимостью приобретения нового оборудования, а также введением в штат новых должностей, например, администратора ВМС. Будет выявлен и предоставлен заказчику нецифромые преимущества, которые получит его бизнес от автоматизации. Нами, как исполнителями, будет определен пул узких мест и точек роста, а также опционально, в зависимости от той ситуации, в которой находится заказчик. Если поставщик ВМС заказчиком еще не выбран, мы поможем сформировать заказчику техническое задание на ВМС. То есть на основе анализа его бизнеса сформулируем все функциональные требования, которые необходимо предъявить к будущей ВМС. Если поставщик заказчиком уже выбран, мы поможем заказчику уточнить бюджет на внедрение ВМС и поможем его верифицировать на этапах внедрения. Позвольте я более подробно расскажу о методике, которую мы используем при проведении подобных проектов. Как правило, наш типовой проект по оценке инвестиционной привлекательности автоматизации склада и оценке срока окупаемости инвестиций состоит из нескольких этапов. На первом этапе наша проектная команда выезжает на объект заказчика, проводит осмотр и замеря объекта предстоящей автоматизации, знакомится с бизнес-процессами, оборудованием, производит их фото- и видеофиксацию, производит хронометраж с плоских операций. Также производится интервьюирование ключевых участников бизнес-процессов, а также в зависимости от цели и задач проекта формируется запрос цифровых данных. На втором этапе полученные нами данные верифицируются, производится выявление точек роста и их анализ, а именно рассчитываются целевые капитальные и операционные затраты для конкретных выявленных точек роста. Далее на основании сравнения данных затрат производится расчет срока окупаемости ВМС, а также производятся дополнительные итерации по запросу заказчика, например, выявление нецифровых преимуществ от внедрения ВМС. На заключительном этапе формируется отчет по проекту и производится презентация результатов проекта заказчику. Ну а теперь позвольте мне рассказать об одном из, на наш взгляд, очень интересном проекте, который мы недавно завершили. У заказчика есть планы, связанные с автоматизацией склада, внедрения ВМС. Данный заказчик обратился к нам с запросом погрузиться в его бизнес и определить прежде всего срок окупаемости ВМС, которая планируется. Итак, какими исходными данными мы, как исполнитель, обладали? Первое. Склад электроинструментов, садовой техники и аксессуаров площадью 27 тысяч квадратных метров, количество персонала 50 сотрудников. Какие важные моменты также необходимо было учесть в качестве особенностей данного проекта? Прежде всего, это статт реорганизации канала в продаж. Буквально за месяц до начала нашей работы по проекту у заказчика произошла реорганизация канала в продаж. Первоначально был только крупный опт, стал мелкий опт и розница. Как следствие, применительно к процессам складской логистики, данная реорганизация вызвала увеличение количества заказов и уменьшение их среднего объема. И заказчик, и мы понимали характеристики грузооборота склада долг, указанные реорганизации. Они, эти характеристики грузооборота, основывались на ретроспективных данных, которые нам предоставил заказчик. Оценить в цифрах грузооборот по-новому было невозможно, так как бизнес только прожил месяц в данных реалиях. Таким образом, важным этапом нашей работы было формирование прогнозной модели грузооборота на текущие и последующие года, в том числе определение, какое количество заказов и какой их средний объем ляжет в основу грузооборота, в том числе учитывая тенденцию ежегодного прироста бизнеса. Также к особенностям я хотел бы отнести неэффективное использование оборудования и систем хранения, а также высокие несоответствия при инвентаризации. Итак, что же было определено нами, как исполнителями, в ходе работы по проекту? Прежде всего, нами были выявлены точки роста. Приведу несколько примеров. Была выявлена необходимость изменения топологии и оптимизации процессов. В частности, в топологии склада отсутствовала зона отбора. Комплектовщиком являлся водитель ричтрака, который объезжал места хранения, снимал палет с яруса фронтальных стеллажей, отбирал с данного палета необходимое для комплектования заказа количество коробов и размещал данный снятый палет обратно в ячейку хранения. Также нами была выявлена необходимость полноценного использования имеющегося оборудования. Ну, допустим, в частности, использование терминалов сбора данных на всех операциях. Так как нами было определено, что такая техническая возможность есть, а также с нашей стороны было аргументировано, как это, то есть полноценное использование оборудования повлияет на производительность и точность операции. Также, второе, нами были сформированы прогнозы. Но прежде всего тут хочется сказать, что мы выделили для себя два концепта. Первый концепт – это данный склад без ВМС, и второй концепт – склад с ВМС. И сформировали показатели грузооборота для каждого концепта. Как я уже говорил ранее, для первого концепта – склад без ВМС – мы не могли взять ретроспективные данные за прошлый год, так как в компании только что стартовала реорганизация каналов продаж. Соответственно, для концепта 1 – склад без ВМС – были спрогнозированы показатели грузооборота на текущие и последующие года. То есть мы спрогнозировали, в частности, какое будет количество заказов на продажу и какой будет их средний объем. При формировании концепта 2 – это склад с ВМС – особый акцент был сделан на том, как изменятся капитальные и операционные затраты после внедрения ВМС на основании выявленных нами точек роста. Что же еще было сделано в рамках проекта? Также нами были определены нецифровые преимущества внедрения ВМС. Одним из важных моментов в ходе работы по проекту – нами были определены эффекты от внедрения ВМС. То есть какие цифровые преимущества получит бизнес. Анализируя выявленные точки роста, а также предоставленную и самостоятельно собранную информацию, мы определили эффект от внедрения ВМС по нескольким направлениям. Зачастую каждое из данных направлений состояло из нескольких индикаторов. Они представлены здесь на слайде. Например, мы определили, что после внедрения ВМС и наших рекомендаций, которые мы дали складу, необходимо будет на 3 единицы техники меньше. Это если мы говорим про операционные процессы. А также как следствие, и это как следствие отразится на снижение затрат. Например, затрат на электроэнергию и затрат на техническое обслуживание. Также самым важным моментом, что было сделано нами в ходе работы по проекту, был определен срок окупаемости инвестиций. Соответственно, в качестве результата расчета срока окупаемости внедрения ВМС нами было предоставлено несколько сценариев. То есть, несколько возможных сроков окупаемости. Капитальные затраты всех трех сценариев были одинаковые, а операционные затраты различались. Различие операционных затрат всех трех сценариев заключается в том сроке, насколько быстро объект автоматизации сможет выйти на целевые значения показателей. Например, такого показателя, как производительность. Для определения срока окупаемости мы применили так называемый графический метод определения срока. В основу расчета срока окупаемости проекта внедрения ВМС нами было положено графическое представление ежемесячных затрат, то есть суммы капитальных и операционных затрат по каждой концепции, нарастающим итогом. Напомню вам, что концепция 1 – это склад без ВМС, а концепция 2 – это склад после внедрения ВМС. На графике концепция 1 представлена, соответственно, зеленым цветом, а концепция 2 – красным цветом. Точка пересечения данных линий и как раз является сроком окупаемости ВМС. Согласно наших сценариям, подготовленными нами сценариями, согласно оптимистическому сценарию, срок окупаемости ВМС составит 2,5 месяца, согласно реалистичному сценарию, срок окупаемости составит 4 месяца, и согласно пессимистичному сценарию – 8 месяцев. Постарался вкратце рассказать о данном, на наш взгляд, интересном проекте. Позвольте, наверное, я представлю вам следующий слайд. Здесь представлены, к сожалению, не все наши клиенты, то есть те проекты, над которыми мы работали. Окей, коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok